Здарова, дружище! Или можно сказать, хеллоу. Что в переводе с английского значит, здравствуй. Виндя образовательный, да. Сегодня я наткнулся на такой видос. Пять безумных способов дышать под водой. И я такой, what the fuck, what the fuck, как это так? Я, 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 я знаю только один способ, и то не дышать, а тупо не сдохнуть. Но вышло видео, и мне прям капец стало, как интересно посмотреть, как же можно дышать под водой. Поэтому давай посмотрим вместе с тобой, разберемся и научимся дышать под водой. Я все еще отхереваюсь с того, что есть такие видео. А почему нету пяти способов, как летать? Пять способов, как отправиться в космос. Пять способов, как стать суксуликом. Пять способов, как стать феечкой Винкс. Хотя, думаю, это ебать не это все же есть. Ладно, поехали посмотрим. Многие из вас, насмотревшись фильмов, мечтали заполучить себе жабры, чтобы дышать под водой. Жабры у вас, конечно, вряд ли вырастут. Мечтал вот такой вот херовиной стать, а? А? При признава... Я, я знаю, проказник признавался. Да. Хотел стать вот такой вот херовиной, да? Так, а дыхание под водой не так фантастично. В реальности тоже существуют способы, которые помогут дышать под водой. Подожди, ты про акваланги? А-а-а. Вы сможете повторять эти трюки сами. Они могут быть опасными для жизни. А зачем тогда ты их показываешь? Это все равно, что... Вот, смотрите, что будет, если вы сунете две пальцы в розетку и станете супергероем. Ну не надо этого делать, не надо. Лучше просто начните тренировать свои легкие. Это уже в герри? Воздух и побольше, задержите дыхание и поехали. Задержите дыхание и поехали. И вы сдохнете от асфиксии, от того, что не будете дышать. Разберемся, как долго можно находиться под водой, не всплывая на поверхность. А как долго можно не дышать? Человечество сейчас штурмует два глобальных рубежа. Глубокий космос и глубокий океан. И для этого нам уж точно не помешает знание о том, как вести себя в безвоздушной среде. Человеческий организм устроен так, что мы не можем по своей воле взять и просто перестать дышать. Вот, например, морские черепахи, в отличие от людей, дышат более осознанно. Один глубокий вдох позволяет им находиться под водой несколько часов. А, ну вообще да. Да и вообще, я кстати не понимаю, а что вообще, ну вот, 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 вот отправишься ты под воду, да? И что ты там будешь делать? Там же нехер делать. Компьютеров нет, интернета нет, там даже Wi-Fi не ловят, что там делать. Не, ну вообще это было бы прикольно, но... Ну ладно, 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 не буду прерывать, давай посмотрим, как же дышать под водой. Серьезно? Серьезно? Не, я имею ввиду просто в древности же, в такие колокола не создавали, они, значит, что-то все ногу, наверное, вешали или как-то... Я знаю, что лодку можно поставить и таким образом плавать, но это не особо получится. При вертикальном погружении давление внутри такого сосуда соответствует давлению окружающей его воды, а образующееся при этом воздушное пространство... А, да, серьезно, я был прав. ...время дышать нахерить под водой. Помните сцену из Пиратов Карибского моря, когда... Да, 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 да. ...по дну моря, перевернув пустую лодку. Ну только это капец как трудно, потому что ты лодку на низ не отпустишь, потому что под воду опустить ее очень тяжело, давление будет херительное. ...пример наглядно демонстрирует данный принцип. Водолазный колокол — одно из самых древних и простых сооружений для изучения подводного мира. Первое погружение в примитивном колоколе приписывают самому Александру Македонскому. Приспособление позволило полководцу изучить подводные заграждения финикийцев и, возможно, помогло ему одержать одну из самых ярких военных побед. Бля, пацаны, сейчас я все рассмотрю, дайте мне колокол. Зачем? Дай колокол, заткнись, я сейчас под воду пойду. Как он узнал о том, что колокол поможет ему? Ну, хотя, это ж, в принципе, довольно-таки древние Греции и так далее. Тогда были, возможно, всякие архимеды. Я не очень шарю в исторических временах, но, вообще говоря, там уже были научные материалы, которые, скорее всего, давали возможность все это рассчитать. Ну, и у Александра Македонского, я думаю, были какие-то ученые в армии, которые в этом разбирались. Так что, да, в принципе, возможно, но и я не очень в это верю, на самом деле. Позднее нырянщики стали использовать в работе шлем в форме колокола, а в 19 веке ряд изобретателей усовершенствовали конструкцию. И новое изобретение уже стало прототипом современного водолазного скафандра. Ну, окей, скафандр понятен. Только уже модифицированные используют и до сих пор. Исторический процесс создания водолазного снаряжения двигался в направлении удержания некоторого объема воздуха у головы человека. Для этого пробовались даже кожаные мешки и стеклянные шары... Ну, по сути, это такой же аналог обычного акваланга. Только воздух не сзади тебя, на голове. И все. Ну, это понятно. Принцип действия такого незабысловатого устройства заключается в следующем. Человек совершает дыхательные движения грудной клеткой для того, чтобы постоянно обновлять воздух в легких. При каждом вдохе ему необходима порция свежего кислорода. Долго дышать по замкнутому циклу, то есть вдыхать воздух из того же кожаного бурдюка, невозможно. Это понятно даже на бытовом уровне. В таком плотном мешке обязательно должна быть смена воздуха или попросту приток свежих порций кислорода. Поэтому запаса воздуха в таком устройстве хватит ненадолго. Но ословить пару раковин с жемчужинками все-таки можно. Маска и дыхательная трубка для плавания, пожалуй, самые легкие... То есть они тупо брали с собой мешочек, в мешочек напускали воздуха и потом дышали из этого мешочка. Вообще говоря, что-то подобное пытался делать, когда еще мелким был на море. И, по-моему, это не очень хорошо работало. Но ладно. Тупные приспособления для длительного нахождения под водой. Первой трубкой для дыхания был пол и стебель тростника, который использовался индийцами, Ну вот я только подумал, почему нельзя просто провести что-нибудь в воде и дышать. И все. Но, блин, далековато. Ну да, не хватит у тебя высоты. Устроение легких, тонким отверстием для воздуха и положением индейцев в воде с подобными трубками. При погружении глубже легкие в неудобные пози не способны нормально функционировать. Вместе с этим повышалось и давление воды, что тоже затрудняло дыхание. Вот поэтому, может быть, я не мог нормально вдыхать, когда был мелким. Просто я пытаюсь сам обдумывать, что вообще именно говорит человек. Смотри, видеообразовательность, скажи. Дыхательная трубка для плавания – это достаточно совершенное устройство, сконструированное с учетом самых разнообразных физиологических и технических требований. Но мне же обещали жабры, на припуске были прям жабры. Глубина не более чем 5-10 метров. Но и этого вполне достаточно для насыщенного и интересного времяпрепровождения. Из всех современных средств, которые позволяют находиться под водой, длительное время используется только акваланг. Но он является достаточно сложным устройством. Специалисты уверяют, что создать акваланг в домашних условиях довольно непросто. Бля, подержи мое пиво, дай мне колокол, ща я тебе сбац. Для этого необходимо обладать соответствующими знаниями и уметь работать на хорошем токарном оборудовании. А вот изготовить прототип своими руками вполне возможно. И в интернете можно найти кучу способов, как это сделать. Например, использовать для этого простой помповый опрыскиватель. Если вы не знали, по какому принципу работают эти штуки, внимание на экран. Конструкция изобретения простая. И ее сборка обычно не занимает много времени. Опрыскиватель оснащает грузовую... Бля, интересно! ...чтобы он из-за своего легкого веса не всплывал на поверхность. Затем в емкость закачивается воздух с помощью насоса. После этого остается только надеть на спину приспособление, и дело остается за малым. Когда ныряльщику требуется новая порция кислорода, он просто вдыхает ее через специальный клапан, который соединен шлангом с воздушной емкостью. Согласны этой идее... Так, по сути, это такой же, если я правильно понял, это такой же, как мешочек, только не мешочек, а херовина тебя, через который ты воздух загоняешь при помощи своеобразного, ну, типа, компрессора и так далее. Это награде безумия, но по всем законам физики, действенное. Однако профессиональные дайперы советуют не прибегать к конструированию таких самоделок и не подвергать себе опасности, особенно на большой глубине. Так что лучше не рискуйте, пожалуйста. К огромному сожалению, в процессе эволюции люди дышать под водой так и не научились. Именно поэтому за дело взялась наука. И сегодня ученые со всего мира пытаются найти способ, чтобы подарить человеку возможность свободно дышать под водой и погружаться на большую глубину, не используя при этом громоздкий акваланг. Кто-то трудится над созданием искусственных жабр для человека. Вот, расскажи про это хоть. Кто-то использует способ выкачивания кислорода прямо из воды, но пока все находится на стадии разработок и доработки. Закликбайте ли меня! И эти запретения будут доступны широкой общественности, пока не уточняется. Например, как утверждают исследователи изданий, они создали материал, который способен поглощать, хранить и высвобождать большие объемы кислорода. Если из такого материала сделать дыхательный аппарат, то он будет извлекать кислород прямо из воды. Звучит впечатляюще. При этом материал будет поглощать и выделять кислород многократно, что позволит погружаться в воду на длительное время. Представляете, если из такого материала... Вот, да-да-да, я тоже вспомнил именно про Звездные войны, там такие штуки. Еще про какой-то фильм была такая же тема, что они себе в рот сували какую-то хрень, и это позволяло им дышать. ...делать специальную маску. Она сможет обеспечивать человека кислородом из окружающего пространства... Но что-то я об этом не слышал, так что вряд ли это работает на данный момент. Правда, здорово. По словам ученых, этот материал может хранить в три раза больше кислорода, чем баллон акваланга при таком же объеме. Но при этом еще и способен вырабатывать кислород прямо из воды. Что ж, звучит довольно прогрессивно. Осталось только дождаться, когда такой чудо-материал поступит в продажу. Если вообще поступит, конечно. Для того, чтобы наконец с гордостью объявить миру, теперь человек может дышать под водой, ученые порой разрабатывали поразительные устройства. Так, в 1976 году... Так, прожабры где? ...создали фантастическое устройство, способное регенерировать кислород из воды и обеспечивать им ныряльщика. Правда, устройство больше напоминало небольшой космический корабль для одного человека. Но при достаточной емкости батареи в речи мог находиться и дышать на глубине практически бесконечно. Но не это является главной целью ученых. Их мечта не устройство для дыхания. Они хотят научить самого человека дышать... Что-то, по-моему, это какой-то обман. Типа, говорят, он сказал, что это сделали. Но если бы это сделали, тогда бы это уже использовали везде. И попытки осуществить эту мечту не оставлены до сих пор. Так, один ученый из НИИ в России, например, провел испытания по жидкостному дыханию на добровольце, имеющим врожденную патологию. Отсутствие гортани. А это означало, что у него просто отсутствовала реакция организма на жидкость. Ой, как удобно. То есть при попадании малейшей капли воды на бронхи наступало удушье. Так как этой мышцы у него просто не было, эксперимент прошел удачно. Добровольцу залили в легкие жидкость, которую он перемешивал на протяжении эксперимента при помощи движения живота, после чего ее спокойно и безопасно откачали. Затем подобные эксперименты проводились на животных, и они храбро проходили все испытания. Но вот для обычного человеческого организма на сегодняшний день такой метод не применим. Вообще, метод жидкостного дыхания предполагает заполнение легких специальной жидкостью, которая предварительно насыщена кислородом. Возможно ли для обычного человека жидкостное дыхание? Смогут ли легкие усваивать кислород не из воздуха, а из специальной жидкости? Сегодня исследователи на этот вопрос дают утвердительный ответ. Эксперименты по замене воздуха на воду при дыхании начались еще в прошлом веке, но пока не доведены до совершенства. Так что, скорее всего, придется подождать еще десятилетия другое... Де, ну про жидкостное дыхание надо погуглить, я про него вообще никогда не слышал о том, что это реально возможно. Сенсационного открытия. А может быть и меньше, но это не точно. Увы, как бы много времени не ушло на исследование, сколько денег бы не потратили ученые, вряд ли человеку суждено дышать под водой так же хорошо, как и на суше. Люди и морские обитатели, конечно, имеют немало общего, но различий все-таки намного больше. Но не стоит унывать. Хоть морское дно никогда не станет для нас родным домом, у нас есть все механизмы и технические возможности для того, чтобы бывать там частыми гостями. Так стоит ли при этом грустить о том, что у вас нет жабр? Я все еще не понимаю, зачем. Все эти ресурсы можно было бы потратить на то, чтобы улучшить здоровье людей и какие-то новые медицинские штуки найти, а не тратить на то, чтобы покорить дно. дно и так многие в ютубе покорили. Я не понимаю, что тут смешно, но ладно. Это должно быть смешно. Что-нибудь еще расскажешь? Вот такие дела, народ. Виндяй познавательный. Мне просто было интересно посмотреть. Тут на превьюшке, я тебе это покажу, ну, на превьюшке моего видео это тоже будет, там было показано, типа, прям вообще жабры, что якобы у людей жабры. И я такой подумал, типа, чего, блин, какие жабры? Ну, и мне показалось, это интересно мне с тобой посмотреть и плюс разбавить все эти не смеи с челленджа. Вот посмотрели. Это наебалово. Меня обманули, меня закликбейтили. Ну, я надеюсь, тебе понравилось это видео, надеюсь, тебе было интересно. Мне было интересно, по крайней мере, все равно об этом послушать, хоть и большую часть из этого я знал. Ну, ладно, на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. И пока на этом все. Пока-пока-пока. До скорого. Удачи.